Продолжение следует... 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 Также отражает довольно высокую частоту объясненных ответов, примерно у тех же 30% больных, в том числе и полные регрессы, возможно их достичь. И длительность ответа достигаемого, в принципе, достигает 1,5 лет, медиана общей выживаемости, также достигающая 2 лет. Поэтому опция комбинированной иммунотерапии во второй линии, ее не нужно опасаться, ее нужно, конечно же, пытаться провести данному пациенту. Комбинация уже известного нам релотклимаба с неволумабом в качестве второй линии также имеет определенную эффективность, и особенно реализуется эта эффективность у пациентов, имеющих повышенную экспрессию ЛАК-3. Как мы видим, у этих пациентов вероятность застежения эффекта достигает 18%. Исследование уже второй фазы комбинации релотклимаба и неволумаба у пациентов, которые прогрессировали после первой линии системной иммунотерапии или после более чем двух линий предшествующей системной терапии, включающей анти-ПД-1 или анти-ПДЛ-1. Две когорты сформированы, довольно большие по численности, около 500 пациентов суммарно приняли участие в исследовании, что, в принципе, отражает значимость всех результатов. Мы видим, что и объективные ответы достижимы, представлены также и полными частичными регрессами, и длительность ответа тоже при достижении, она довольно значимая. Мы видим, что при наблюдении на протяжении года, по меньшей мере, более половины пациентов сохраняют объективный ответ при его достижении. И это, в принципе, отражается в самых главных показателях общей выживаемости, достигающей, даже превышающей полутора лет медиана общей выживаемости. Она, в принципе, тоже подтверждает возможности данного вида лечения. Если мы имеем группу пациентов с мутацией в генебираф, прогрессировавших на этой линии и перешедших на иммунотерапию, то, в принципе, работы, разумеется, опубликованы, в том числе и ретроспективное исследование. Честно, это работа польских авторов. Более 200 пациентов, прогрессировавших после таргетной терапии. Довольно группа такая с распространенным заболеванием, поражение печени у третьих пациентов, головного мозга у каждого четвертого пациента. И, в принципе, возможности достижения определенного длительности выживаемости при использовании иммунологических препаратов у этих пациентов она есть. Ну и, конечно, биологически понятное различие в разных выживаемости в зависимости от наличия или отсутствия поражения головного мозга и печени. И в зависимости, самое главное, от уровня ЛДГ она тоже прослеживается. Поэтому биология опухоли, она вот этими клиническими проявлениями или лабораторными признаками, она зачастую отражается и может нам как-то предсказать эффект. В принципе, это довольно, мне кажется, показательные кривые расхождения эффекта при нормальном и при повышенном уровне ЛДГ. Практически в пять раз различаются показатели общей выживаемости в зависимости от нормального уровня ЛДГ или ЛДГ, превышающего двукратную верхнюю границу нормы. Поэтому такие показатели, они вроде бы кажутся очень легкие в клиническом таком вот обнаружении. И в то же время они как могут значимо нам предсказать возможность получения эффекта в той или другой ситуации. Тоже известен нам подход, когда мы используем во второй линии комбинацию пембролизумаба и ленботениба у больных, прогрессировавших после анти-ПД1 терапии. Исследование уже имеет определенную прослеженность. Здесь представлен его дизайн. Мы видим, что использование таргетного и иммуно-онкологического препарата приводит к довольно высокой частоте контроля над заболеванием, уменьшение размеров очагов практически у 65% пациентов. При этом есть и полные регрессы, и частичные регрессы. И реализация эффекта не зависит от того, на каком этапе были применены раньше антипедиазин-ингибиторы. В режиме или азювантной терапии, или в режиме первой линии системной терапии с прогрессированием на первой линии, или когда проводилась полноценная первая линия терапии и прогрессирование произошло через некоторое время, реализация эффекта на этой комбинации, по крайней мере, в данном исследовании, она возможна с одинаковой частотой. При этом полные частичные регрессы практически у 21% пациентов достигаются. Довольно высокая частота. В прошлом году представлены данные уже более длительного наблюдения за этой группой пациентов. Также сохраняется указанная ранее частота объединенных ответов 21,5%. При этом появился и полный ответ. То есть такая долгосрочная реализация, в том числе и полного регресса всех образований, она возможна и при данной комбинации. Интересно, что при таком длительном наблюдении довольно большая группа пациентов еще продолжает лечение, и продолжает лечение обоими препаратами. Потому что мы все-таки обычно психологически считаем, что схема может быть токсична, в основном из-за счета линвотиниба. Но вот из 18 пациентов, находящихся еще в исследовании, 15 пациентов получают именно комбинацию. Поэтому, в принципе, такая вот селекция пациентов, которые имеют определенную хорошую переносимость, эта комбинация, она все равно прослеживается, опять же, отражает какие-то биологические особенности и опухоли, и пациента. И наибольший выигрыш имеют пациенты, имеющие третью и четвертую М1А стадии с поражением преимущественным кожей и мягких тканей, без такого выраженного висцерального поражения. Выживаемость без прогрессирования общей выживаемости. Тоже искривые они и ранее представлялись, и они, в принципе, также говорят о том, что возможности увеличения сроков жизни пациента довольно значимы на этой комбинации. И вот та опция, которая действительно подтвердила свою эффективность, которая перспективная, подтвердила свою эффективность уже в рамках рандомизированных даже исследований, и на основании которого зарегистрировано в феврале этого года один из препаратов – это терапия опухоли-инфлюцирующими лимфоцитами. И тот препарат, который в последнее время изучался, и который как раз-таки в феврале этого года был зарегистрирован уже в ДИИ, по крайней мере, это препарат лифилейцел, который представляет собой опухоли-инфлюцирующие лимфоциты, особым образом удаленные путем удаления одного из измеримых очагов, особым образом приготовленные, и в дальнейшем после процедуры не-милаборативной лимфодепляции, когда вводятся химиопрепараты, флюдорабин, циклофосфан. Для того, чтобы вызвать подавление полуклеток иммунной системы, вводятся Т-опухоли-инфлюцирующие лимфоциты, и в дальнейшем вводится интерлекин-2 в высоких дозах, для того, чтобы уже запустить иммунологические процессы. И представлены результаты группы когорты с включением 66 пациентов, и в дальнейшем уже обновлены данные с участием второй когорты пациентов. Мы видим, что высокая частота объективных ответов, то есть буквально это однократное, или небольшое по частоте введение опухоли-инфлюцирующих лимфоцитов приводит к возможности получения выраженного объективного ответа. То есть у третьих пациентов имеется частичный регресс, в том числе и полные регрессы, по крайней мере, у троих пациентов отмечены. Представлены данные уже и следующие когорты, то есть общее количество больных оцененных 153. И мы видим, что частота объективных ответов достигает 30% с полными регрессами, до 5% с частичными регрессами. И в том случае, если ответ зарегистрирован, то также медианная его длительность практически еще не достигнута. То есть она достигает уже и 45 месяцев в леденаблюдении, и 26 месяцев. То есть, в принципе, возможность такого очень длительного контроля, вплоть до полного контроля над заболеванием, она с помощью этой методики, она возможна. Здесь, как раз таки, длительность ответа. У 40% пациентов более полутора лет, и выживаемость без прогрессирования у третьих пациентов превышает год. Что весьма убедительно. Но поскольку лечение может быть токсично, но в основном токсично в отношении системы крови, вызывает и лимфопению, и тромбоцитопению, и анемию, имеются и летальные исходы, в большей степени они связаны с осложнениями не медлаборативной химиотерапии, но были и осложнения, связанные с терапией интерлекинов вторым, поскольку действительно эти методики, они не только эффективны, но и токсичны. Несмотря на это, высокоэффективность позволила зарегистрировать данную методику. И второе исследование, также опухоли-инфильтированные лимфоциты, это исследование рандомизировано, третьей фазы. Два центра принимали участие в Дании и Нидерландах. Здесь уже происходила рандомизация на иммунотерапию пилиумабом и однократная инфузия опухоли-инфильтированных лимфоцитов после тех же самых процедур, не имела лаборативной химиотерапии и последующего введения интерлекина второго. И также мы видим преимущества подобной видотерапии над, по крайней мере, терапией пилиумабом, выраженное в лечении и медиана выживаемости без прогрессирования, и показатели 6-ли полугодичной выживаемости без прогрессирования. Они значительно, конечно, отличаются в пользу опухоли-инфильтированных лимфоцитов. И медиана общей выживаемости достигает также двух лет. Здесь представлены данные объективного ответа, как подтверждают эффективность данной методики. Безусловно, она сложна, она доступна только в специализированных центрах, она требует и финансовых вложений и так далее, но это то, в каком направлении движется современная лекарственная терапия. Если мы посмотрим на алгоритм, который уже до этого мы представляли для более ранних стадий, то, в принципе, все методики, о которых мы говорили, они здесь представлены. И, в частности, мы должны учитывать и другие виды мутаций, мутации в гене ЦКИД. В этом случае мы можем использовать, например, мутениб в гене НРАС, мы можем использовать для других мегингибиторов. И место химиотерапии в последующих линиях лекарственной терапии, она, безусловно, существует, она не снимается никак, не исключается из нашего арсенала. И у нас Калина Ирвановна как раз представит клинический случай, при котором как раз-таки такое отсроченное использование химиотерапии, оно показывает свою эффективность. То есть мы исключаем химиотерапию из вариантов первой линии лечения, но помним о том, что эта опция существует для последующих линий лекарственной терапии. И, безусловно, клинические исследования, они, конечно же, могут помочь этим пациентам значительно. Здесь просто как иллюстрация, это исследование, которое было представлено на ЭСМО прошлого года. Здесь у пациентов, прогрессирующих после иммуно-онкологических препаратов, имеющих поражение головного мозга, то есть очень такая неблагоприятная группа пациентов, комбинация от ЭСАЛИЗУМАБА, БЕВАЦИЗУМАБА и ОБИНИТИНИБА для попытки обеспечения контроля над интракраниальными и экстракраниальными образованиями. И, в принципе, возможность достижения контроля даже над поражением головного мозга представлена, но по этим данным оказалось, что она кратковременная. Но, по крайней мере, это еще раз говорит о том, что даже при таких тяжелых случаях, казалось бы, неаккурабельных, возможность помощи с использованием ряда комбинаций препаратов и таргетных, и иммуно-онкологических, она существует. И, конечно же, при сохранном состоянии пациента, при его желании продолжить лечение, мы многократные линии терапии, при меланоме, по крайней мере, мы не можем сбрасывать со счетов. Поэтому, действительно, если мы говорим о терапии во второй и последующих линии, то это реальная терапевтическая опция. Демонстрируется приемлемый показатель общей выживаемости. Как мы видим, медианы достигают двух лет. Многие пациенты переживают и двухлетний рубеж. Профиль токсичности, в принципе, нам известен, поскольку препараты, как правило, их повторно используем, поэтому мы уже работали с этими препаратами, мы знаем. Ну и необходимость в перспективных исследованиях и поисках предикторов в отделении целевых агурт пациентов. Она, безусловно, для этих пациентов очень актуальна. И, конечно, эти исследования будут продолжаться. Благодарю за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!